Солнечная Хорватия, господи, льёт капец! Я добралась. Здесь просто обалденно. Давайте быстренько сделаю рум-тур, пока здесь всё красиво. А то знаете, как обычно бывает, через минуту там, где живут девочки, начинается супер-бардак. Я себе сделала здесь рабочее место. Вот так у меня здесь мило. Обожаю этот чемодан, и это не реклама. Он просто дико лёгкий, я могу его таскать сама везде, куда угодно. Так, здесь небольшая кухонька. Плита. Чё-то я не смотрела даже. О, даже посуда есть. Есть шкаф. Я с собой взяла не очень много одежды. В этот раз я надеюсь, что я не прогадала, потому что, как она обычно бывает, напихаешь что-то, потом половину не носишь или вообще думаешь, ну зачем я взяла вот этот вверх, если его не с чем одеть, у меня нет никакого низа для него. Поэтому я вот это у меня прилетело. Это на всякий случай тёпленькое. Это платье тёмное, синий, голубое, голубое, серое. Цветочек, что-то синий опять чёрный. Ну, в общем, вот сейф здесь есть. Это моя аптечка. Кстати, кто никогда не пользуется сейфами? Я вот никогда не пользуюсь. Так, дальше. Это я свои маски выложила. Взяла с собой немного масок и патчи. Сейчас будем вводить порядок с собой. Вот здесь немножечко косметики и украшений. Как-то всё это не сочетается по цвету. Надо как-то другую раскладку сделать, да? У меня достаточно просторная ванная комната. Для бедного моего фена не нашлось места, поэтому пока у нас здесь. Здесь у меня мой дневной ночной уход. Я с собой взяла немножко обуви на эти 6 дней. Я снимаю всё это дело на айфон. Почему? Потому что я жду Таню Рыбакова, которая не привезёт камеру. Я буду тестировать, нравится ли мне Sony, или всё-таки будут снова брать Canon. Я наконец привела себя в порядок и чувствую себя человеком. И сейчас думаю выбраться, поесть куда-нибудь. Впервые за не знаю сколько дней, недель, месяцев разбираю почту. 465. 465. Настя, как? Посмотрим, что тут в окрестностях. Угу. Интересненько. Симпатичненько. Вот так выглядит вход в отель. Я живу вот в белом, вот в этом домике, на втором этаже. Мне не предлагают меню, поэтому у меня закрались подозрения, что, возможно, у них сейчас ещё нет ужина. Время-то 5 вечера. Потому что они с семьи туда ию. Я не уверена, что это хороший вариант на голодную желудок. Я должна снять про этот влог на память. То, что человек, который пытается угостить меня вторым бокалом вина, я сначала думала, что он местный. Потом я подумала, что он француз, потому что он говорил очень много на французском по телефону с разными людьми. А сейчас он заговорил на итальянском. Мне кажется, это мужчина Шарада. Принесли пасту и хлеб. Я пробую этот хлеб. Черт. Блин, он очень вкусный. Ну зачем я его попробовала? Тернажер, хлеб, вместе с макаронами. Девочки приезжают сегодня около 10 вечера. Поэтому я, скорее всего, их не дождусь, потому что я уже хочу лечь спать. Хотя по Москве всего 9. Но я сегодня так мало спала. И так ужасно спала в самолётах и в такси, что я сдаюсь. Сейчас я делаю статью для Simple Beyond и ложусь спать. Что хотелось бы сказать? Я не рождена для путешествия в одиночку. Вот кому-то нравится, кто-то получает от этого какое-то удовольствие. Я нет. Я люблю путешествовать с Женей. Я люблю путешествовать с какой-то программой, если я в каком-то незнакомом месте, с незнакомыми людьми. Так что я рада, что скоро приедут девочки. А пока что я зарылась в подушках в номере. Сейчас сделаю ещё одну маску. Лягу спать. Я очень хочу сегодня выспаться. По мне, мне кажется, очень хорошо видно, что мне надо выспаться срочно. Сначала у нас в поле. Здравствуйте. Мы в Хорватии с девочками, с Таней Рыбаковой и Настей Цветаевой. С этой замечательной задницы. Мы сидим в кустах. Это картана. Ни за что не угадать, что они делают. Да, мы сейчас едем... У нас первый день мы едем на масло и вино тестинг. Но остановились в поле, потому что здесь очень красивые маки. Есть так госсены, на которые мы хотим залезть, пофотографироваться. Ну нет, это как-то странно, скажу тебе честно. Вы с собой носите стульчик специальный, чтобы... Ну какая природа. Я так, мне кажется, давно не была. В такой высотке... Ну что, всё? На всё-то спокойно. А чем вы занимаетесь, когда приезжаете в отпуск? Давайте, победительница моя. Леди. Леди. Мы приехали в какой-то городок. У нас будет сейчас oil and wine тестинг. А у меня сопли. Классно. Я всегда классно влоги записываю. Тут Марина и много велосипедистов. Здесь, в принципе, мы что-то встречаем. Много велосипедистов. Сейчас в поле тоже велосипедисты были. А, мы в Новиград приехали. Точно. Мы ждём гида русскоговорящего. Очень здесь симпатично. Мне чем-то, честно говоря, Италию. Нет раз в Хорватии? Нет. Ну, я была в Дубровнике и на островах, так что это не считается. А ещё они здесь, когда здороваются, все говорят «чао». Такая вода чистая. Через неделю все будете говорить по-хорватски. Нам только что сказали, что в Хорватии умирает людей больше, чем рождается. Ну, в Москве, как раз такая же ситуация. Я тебе вообще скажу, что на одну хорватскую женщину приходится трое мужчин. Ну, это Глазка. Нет, вы посмотрите на них. Профессор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь очень высокая безработица, 25 процентов. Мы прогуливаемся по набережной. Прохладный ветерок. Имейте в виду, в мае здесь еще прохладненько. Видите, у меня есть лизань, мурашки. Но красиво, мило, здорово. Нам пока все очень нравится. Нас отвели на аперитив. И сейчас я залезла, естественно, куда-то полезла. Сейчас я залезла на берег. Хочу сфотографировать. Здесь такая кристально чистая вода, что грех не сфотографировать. Здесь прекрасно. Еще чуть-чуть. Так, Настя учит меня. Люди, свалите. Пожалуйста. Так, Тань, попрещай. Жень, смотри. У нас тут занимательные уроки хорватского. А у них как в итальянском читается, си как че читается. Что, общие впечатления? Нам очень понравилось в Новиграде. Сейчас мы едем в какой-то другой городок на обед. За нами приехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие трюфели? Сейчас пойдем искать такие же. Пачки, привет! Та-ра-та-та-та! Что может быть лучше прогуляться с утра за трюфелем? Рада считает, что хайкинг нам потом не понадобится. В общем, из личных наблюдений неинтересно охотиться огромной компанией. Как-то у нас сейчас нас раз, два, три, четыре и четверо, да? И нас еще трое. В общем, непонятно ничего. И толпа охотит. Все загораживает. Таня особенно увлечена охотой. Только что подумала открыть свой трюфельный бизнес, потом поняла, что это не... Я уже в губе, я уже в губе. Стоимый земли. Да, е-мое. Минусы вот такой охоты. Смотрите, я даже не могу подойти и посмотреть, что там происходит. Кто-то получит ладошки. Браво. Here it is. Oh, nice one. Браво, good job, boys. Такой он, хорошенький. Нашли еще трюфель. Это просто безудержные животные. Просто мы здесь, а мы создаем положительную ауру для трюфелей. Завтракать, наконец-то. С видом вот таким. Идеально, скажи. Очень идеально. Наш сегодняшний улов. Шикарное утро, я считаю. Замечательно. Мне нравится хорвать. Но выглядит очень аппетитно и пахнет просто бомбически, мне кажется. Конечно, трюфелей много не бывает. Я не могу не записать про это. Это настолько вкусно, что... Я дыгаю по нам, что-то. На тебе безумно, посмотрите. Это нам с Крамбл Энс сделали с трюфелем. Салат с трюфелем. Это весь стол в трюфеле. Это бомба. Это очень вкусно. Это мороженое с медом трюфельным. Смотрите, у них здесь магазинчик. Это на сколько здесь тысяч? Хватаем и бежим. Подпишу, как называется это хозяйство. Все, мы объелись трюфелями. Как правильно сказать? Труфелями? Труфелями? Надо же знать. Не знаю. Про инструкцию скажи два гряда. Труфелями и труфелями. Наш человек. Вот. И сейчас направляемся в отель переодеваться и едем на водопады. Там какой-то дикий красивый водопад. Нам Горан показывал. Горан это вот наш мужчина. Горан нам показывал вчера в гугле. Надеюсь, там будет так же красиво, как на фотографии. Итак, мы приехали на проверку обстановки в котлы. Здесь у нас должен быть водопад. И мы хотим посмотреть, какой сейчас свет, чтобы там посниматься. Либо сейчас ехать, переодеваться, либо уже вечерком. О-о-о-о-ой. Класс. Ну что, мы собираемся на водопады. Буду залезать, буду в платье. Ну что, все готовы плавать? Может быть, залезут. Отлично. Мы добрались. Здесь идеальный свет. Смотрите. Местные Мальдивы. Сейчас полезем внутрь. Я не представляю, как это будет. Но это будет весело. Я такая задача, наверное. Это очень скользко. Это очень скользко. Я не могу сейчас меня убить уже за это. Наверное, лучше так, но я не буду сюда. Чуть не умерли, но вон сейчас Таня по лето. Боже, ненормальная женщина. Вот эти вот котики. Снимай, не видишь, что? Устывай, это очень страшно. Я тоже, кстати, вообще не могу. Вы посмотрите, как я высоко сижу. Очень круто. Мы выбираемся. Что-то город уже куда-то убежал от нас. Мне кажется, мы его достали. Вот такой взрослый человек включила камеру, и мы съехали с горы, и все, не видно заката. Хай, хай, Даяна. Почему же хочется спать, честно говоря? Я у тебя всегда в твоих этих сапус. Твою собачка такая. Посматриваю. Клора, Даяна. Жаркая у него коллега. Да. Мы же не тусоваться пришли. Или тусоваться. Я не знаю, что мы здесь делаем. Идут, и идут, и идут, и идут. Я не знаю, что происходит. Как зомби такие зомбаки идут. Смотрите, какой закат. Камера ни черта не передает. Дико красивый закат. IP. Это мы. И вроде бы, да? Нас встречают, да? Доброе утро. У нас третий день. Смотрите, какая у нас здесь красота по утрам. Ну, как по утрам. Сейчас уже почти 11. Таня с горомом сидит. Горно очень серьезно выглядит. Мы прибыли на что-то там. И тут у нас куча наших друзей, как всегда. Как всегда, да. Тату фолеро означает, что place serve only fresh. Самый большой в мире белый трюфель. Похож он на золотой трюфель. Сейчас находимся в одном из пяти самых разных ресторанов. Доброе утро. Это блюдо стоит где-то около 20 евро. Нет, вы только посмотрите, как нас здесь балуют. Я просто в шоке, на самом деле, правда. Ты же главный журналист просто. Спасибо. Еще одно мороженое. Я вернусь очень толстой. Толстой. Если Таня меня не научит вовремя, что делать. Окей, давайте пойдем. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Он чуть палец не сломал. Мы от души советуем? От души. От души. И от желудка. И от желудка. Смотрите, как красиво. Игру престолов снимали не только в Дубровнике, но и в этих краях, около города Граждан, где мы были три дня назад. В Мотову у нас есть отель. Если вы гости из отеля, то нет проблем. Окей. А, как в Терегории в свете Стэртон. Как нормальные, индивидуальные. Ой, вот это виды, конечно, просто фантастика. Игра престолов в прямом эфире практически. Мы сейчас приехали в городок, который называется Мотовун. Самый главный город в этой долине. Самый высокий. Я очень медленно перехожу с асфальта в 15 век. Смотрите, ласточки на гнезда. Говорят, это счастье. Вот эти черточки, видите, сделаны для чего? А как вы думаете? Включайте фантазию. Чтобы не скользить. Потому что, представляете, что такое, когда льются, стояли дожди, снега здесь. Вот он, замечательный лес Святого Марка с открытой книгой. Следующий век, как бы, понимаете, уже, да? Тань, как тебе в этом веке? 13 век. 13 век. Кайфуешь, Настя? 1322, обалдеть. А мы думали, что это просто стол среди столиков. И хотели черешни, смотрите. Вселенная нас слышит. Мы сейчас едем на ужин в родной ресторан. А потом у нас будет какая-то вечеринка на пляже или что-то такое. В общем, будет весело. Я уже влюблена. Очень симпатичный ресторанчик. Один из самых старинных в Хорватии. Ему 50, больше 50 лет. И наши из Словакии приехали. Так, ты с едой, отлично. Очень непонятный язык, согласись. Но очень похоже. Это правда, буквы, местами перепутали. Ну да, но они так быстро говорят еще, что вообще непонятно. Здесь очень любят кормить сырым. А сырое я особо не ем, честно говоря. Поэтому у меня это каждый раз испытание на прочность. Итак, эти сумасшедшие женщины. То есть мы. То есть мы. То есть мы. То есть мы. И Горн. И наша няня. Идем на закат. Маш, я надеюсь, что твоя камера осилит закат. Иначе я не знаю, что я с тобой сделаю. Новосад. Что вам больше всего запомнилось пока что? Пока я не упала. Выставляли меня фотографировать. Короче, я пошла. Так, а мы будем друг друга фотографировать? Конечно, сейчас будем. Сейчас мы дойдем до точки. Давайте. Так, я иду сюда. Я иду сюда. Если сейчас упаду, Маш, извини за камеру. Не упала. Ну, девочки официально сошли с ума и фотографируют солнце в ладошке. Сейчас. Как вот. 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 Вот у нас солнце в ладошке у Насти. Я потом ее за это наругаю. А смотри, если у нее голова горит. Голова в огне. Супер идеальный кадр, как Таня облизывает солнце. Я считаю, что это гораздо лучше, чем солнышко в ладошке. Ничего себе. Вот это было вкусно. Говорят, что это Sea Fingers. Я не знаю, как это по-русски будет. Но это похоже на мидию и на, не знаю, может быть, пареную устрицу. Я сейчас уже почти лопну, но надо есть. Ну и заканчиваемся кофе. Потому что нам сейчас идти на хэдбус-лим. И нахлопну. И нахлопну. И нахлопну. Но твоя подсветка терялся лучше. Надо накопать. На несколько раз надо накопать. Приложать. А, вот. Это прям раз, два, три. Вот. Вот. Да нет, господи, господи. Надо вот так приклеить. Красиво. Ааааа. Солан. Да нет, ты там мешаешь. Субтитры сделал DimaTorzok